Друзья, рад приветствовать вас на нашей встрече. И давайте я сделаю краткий анонс о себе. Кто меня не знает, кто видит и слышит меня первый раз. К счастью, теперь у меня есть веб-сайт. Скажу, что он готов на 100%, хотя бы на 80%. Он готов точно. И на сайте я хотел показать вам несколько примеров моей отраслевой экспертизы. Это производство товаров народного потребления. Производственная компания, которая в Санкт-Петербурге. И я там был не просто финансовый директор, а был управляющим партнером. Было много компаний, связанных с производством B2B. С производством товаров для промышленного сектора. Это компания и Тавридоэлектрик, и оптиковолоконная система, Волжский трубный завод. Везде были разные проекты, но объединяло их одно, что либо управление финансами, либо автоматизация. Такие задачи там были решены. Строительство недвижимости, торговые компании. И компании довольно крупные. Компания, которая сейчас, я даже сопровождаю, это торговая компания с оборотом уже больше 5 миллиардов в год. Компания, которая занимается поставкой нерудных материалов. Это тоже торговая компания. И среди, вы сами можете детальнее посмотреть, да, не буду тратить на это время. Хотел показать только еще образовательные организации. Вот институт Мирбис, который я посвятил несколько лет работе. Там был и финансовым директором, и директором по цифровой трансформации, потом в итоге руководителем проектного офиса. И вот как раз компания «Финтакстоп» Василия Плеханова, которую вам представила. Среди решений услуг есть сопровождение или управление проектами автоматизации. Вот хочу немного рассказать об этом. Какие бывают этапы проектов, какие риски есть на проектах автоматизации. И давайте сейчас перейду тогда к презентации. Так, поговорим про внедрение. Внедрение информационных систем и экспертное сопровождение. Что это такое? Зачем оно нужно? Давайте сначала обсудим, какие бывают риски у проектов автоматизации. Вот компания «Маккензи» оценила, что порядка 70% всех цифровых преобразований, к которым относятся проекты автоматизации, цифровой трансформации, терпят неудачу. Что значит неудача? Значит, что те показатели, которые закладывались при старте проекта, не были выполнены. То есть, либо бюджет проекта был сильно превышен, либо сроки выполнения проектов автоматизации были сдвинуты. Ну и, наверное, самый серьезный недостаток – это недостаток, когда функционал внедренной системы окажется недостаточным для эффективной работы в бизнес-процессах компании. Для меня это самый существенный риск, потому что, собственно, непонятно были, ради чего потрачены деньги и время на этот проект. Мы знаем, что проект автоматизации – это всегда определенный стресс для компании, особенно если это внедрение ERP-системы. Вопрос не только в деньгах, вопрос в том, что для сотрудников компании это будет таким еще приключением, с увеличением их трудозатрат, потому что ей какое-то время нужно вести параллельный учет двух систем. Поэтому вот к таким проектам я всегда отношусь очень серьезно. И часто бывает так, что в компаниях, которые начинают проект, допустим, внедрение ERP-системы для руководства компании, для финансового директора, для IT-директора – это первый проект, первый крупный проект автоматизации. И когда они выходят на рынок искать подрядчика, если мы говорим о внедрении с помощью подрядчика, а не исключительно собственными силами, то здесь, не имея опыта, можно легко выбрать подрядчика и потом так управлять проектом, что это может привести к риску неуспеха. Вот мне понравилась такая картинка от Pricewaterhouse, что 92% причин ошибок неуспеха проекта – это не технические факторы, а факторы организационные. То есть те, которые связаны с персоналом, с людьми. Это и недостаточная квалификация команды, и окружение проекта, которое не было подготовлено к этому проекту. Планирование проекта, плохо сформулированные цели, ну и самый большой процент – это недостатки в организационном управлении. И, собственно, когда мы говорим про экспертное сопровождение проекта, это возможность практически вот эти 92% риска убрать, если эксперт до этого имел опыт внедрения аналогичной системы, ну причем успешный опыт. Что можно предпринять для того, чтобы повысить кардинальную вероятность успеха проекта? Руководители проекта должны все же иметь опыт. Если вы вступаете на этот трудный путь, и для вас он первый, то, конечно, поддержка человека, который уже проходил такие этапы, она будет крайне полезна. В противном случае вы рискуете, как мы говорили, получить все три риска, либо превысить бюджет, потому что у вас может не быть опыта управления бюджетом, проекта автоматизации. Если вы можете не уложиться в сроки, что может быть критично, потому что, если, допустим, вы вместе с внедрением РП-системы также замахиваетесь на автоматизацию бюджета, то, конечно, переходить систему на систему удобнее всего 1 января. Если вы там просрочили на месяц, то, конечно, по сути, вы наград сдвигаете срок запуска проекта. Ну и самый большой риск, как я говорил, это не достигнуть цели. И вот эксперт, который знает, как простроить дорогу от сформулированных целей до итога проекта, до внедрения в промышленную эксплуатацию систему, вот такой помощник рядом с вами будет полезен. Часто бывает такое, я вижу, считается, что надо, если мы говорим про внедрение силами подрядчика, что нужно правильно выбрать подрядчика 1С-франчайзи, и, собственно, потом можно уже не волноваться, это автоматически гарантирует успех проекта. К сожалению, нет. К сожалению, выбор даже хорошего подрядчика не гарантирует достижение успеха. Почему? Потому что, во-первых, это разные команды. То есть вполне возможно, что, допустим, ваши коллеги, ваши знакомые, используя этого подрядчика, получили хороший эффект, но к вам придет совершенно другая команда, которая может не повторить такой успех. Тем более разные отрасли могут быть. Если команда хорошо справляется с отраслью, допустим, торговли, абсолютно не факт, что она сможет также хорошо справиться с отраслью производства. Более того, давайте приду вам такой пример, чтобы было понятно. Вы хотите сделать ремонт квартиры. У вас есть вариант сделать это самостоятельно, то есть купить краску, обои, и, собственно, научиться, как это делать, и поклеить их обои, нанести краску, сделать пол самостоятельно. Вариант второй – вы можете найти подрядчика, команду, которая вам обещает сделать срок с хорошим качеством и с возможностью уложиться в бюджет, который вы увидели на ремонт квартиры. Либо есть третий вариант. Когда вы нанимаете дизайнера, и это уже, по сути, становится его головной болью, найти подрядчика для вас, согласовать с вами команду, которая будет делать ремонт, следить, чтобы при закупке материалов не были безлишне потраченные деньги. И как показывает практика, что удивительно, что дизайнер, допустим, если он берет 10% от стоимости ремонта, то обычные услуги окупаются тем, что он следит за бюджетом и пытается его снизить. И как бы он сам себя окупает. И вот вопрос такой выбора, что если вы не специалист в наклейке обоев и не готовы это делать самостоятельно, а готовы искать подрядчика, то выбор такой, либо вы сами ездите, каждый день проверяете, что он за сегодня сделал, что будет делать завтра, с надежащим качеством или нет, скрытой работы, либо вы наняете дизайнера и, условно говоря, уезжаете отдыхать, ждете пока с помощью дизайнера, вы можете общаться не дистанционно, только вам сделают то, что вы мечтаете. Вот такой же выбор есть теперь и на проектах внедрения информационных систем. То есть вы можете сделать самостоятельно, нанять команду, однако самостоятельно, то есть нанять людей, один из специалистов, которые вам систему внедрят. Надо признаться, что если для вас это первое такое приключение в жизни, то вероятность успешного завершения проекта, честно скажем, невелика. Если вы найдете подрядчика 1С франчайзе, который возьмется за ваш проект, абсолютно не факт, что вы получите то, что ожидали. К сожалению, вот те 70%, о которых говорит McKinsey, компания близки к 1С, называется цифрой 50%, что каждый второй проект заканчивается, к сожалению, неуспешно. То есть деньги потрачены, результат не достигнут. Поэтому это не факт. Но выбор такого дизайнера, человека, который сопровождает и управляет вашим проектом, в разы повышает вероятность его успеха. Такие услуги есть на рынке по сопровождению, называют CRP Implementation Support. Вот я видел в Европе, в Штатах, они довольно востребованы. В России такой явной услуги пока нет. Единственное, есть сама компания 1С предоставляет, называется, авторский надзор по сопровождению проектов, автоматизации, но она предоставляет только для проектов, которые лично ей интересны. Это обычно крупные предприятия и холдинги, у которых тысячи рабочих мест. Компании малого и среднего бизнеса практически невероятно получить такую прямую поддержку 1С. Еще раз обращаю внимание, 1С не берет на себя внедрение информационной системы, оно помогает с выбором подрядчика и ведет надзор в течение всего проекта за тем, чтобы подрядчик качественно выполнил проект. Вот для крупных компаний 1С такой услуг оказывает, для мелких и средних нет. И вот такая экспертиза, она на российском рынке по сути только формируется. И вот сейчас мой проект, который я назвал Digital 1С либо альтернативно Digital CFO, вот этот проект такие услуги предоставляет. Есть опыт проведения таких сопровождения проектов, об этом я сегодня расскажу. И есть возможность и желание брать такие проекты на реализацию и помогать людям успешно завершать проект. Еще важная часть, которая стоит рядом с автоматизацией, это бизнес-процесс. Обычно подход подрядчиков, даже если вы занимаете франчайзи, такой, что вы скажете, что там делать, мы сделаем. Так вот, не всегда заказчик даже может сформулировать, что он хочет. И перед автоматизацией, по-хорошему, нужно сделать оптимизацию и формализацию бизнес-процесса. Такие работы я тоже делаю, такие услуги оказываю. Это крайне важно бывает перед формированием тех же функциональных требований к системе. Подробнее можно посмотреть на сайте об услуге digital1s.ru slash 1s. Это много услуг на сайте, это именно рассказано про эту услугу. Как это выглядит? Как выглядит участие эксперта в проекте внедрения, в проекте автоматизации? То есть, есть заказчик, с правой стороны у нас есть подрядчик, и между ними, как вот, считайте, дизайнер для ремонта квартиры, выступает такой эксперт, который обеспечивает коммуникацию между заказчиком и подрядчиком и следит за ходом проекта. Если посмотрим чуть детальней, вот на вариант такой команды, команды управления проектом, то, допустим, от заказчика в проекте участвуют эксперты по бизнес-процессам, допустим, не знаю, там, менеджер продажам, начальник отдела логистики и так далее. Эти специалисты компании, которые уже поддерживают текущую информационную систему и, скорее всего, они будут поддерживать создаваемую систему. Методологические эксперты, те, кто в компании формирует различные положения, инструкции, регламенты или вдруг описывают даже бизнес-процессы. Эти люди очень важны тоже для проекта автоматизации. Ну и, конечно, руководители компаний, которые выступают спонсорами проекта и следят вообще за графиком, за бюджетом. И есть внутренний управляющий проект. Вот я пометил его специально цветом посередине между экспертом, таким фиолетовым и зелеными сотрудниками заказчика, потому что эту роль может выполнять либо сам сотрудник заказчика, либо собственный эксперт. Я могу быть не только экспертом, но и взять на себя руководство проектом. Вот в одной компании, о которой я буду говорить сегодня, там был собственный руководитель проекта, управляющий проектом, это был IT-директор. Я бы выступал экспертом, который именно сопровождал проект. Если говорить про желтую левую часть, команду подрядчика, туда входят и технические эксперты, и, собственно, программисты, их еще называют разработчики, эксперты по функциональным блокам, допустим, эксперты по производству, по торговле, по бухучету, ну и, собственно, руководители компаний, которые решают вопросы, в первую очередь связанные со сроками и бюджетом. Вот такая команда, она, в принципе, в разы повышает вероятность эффективного завершения проекта. Хотел пройтись по этапам проекта. Вы наверняка и все знаете, да, но кто не знает, об этом поговорим. И на каждом этапе услуги эксперта могут быть полезны.